Предприятия, в которых побывали депутаты, уже имеют имя в сельскохозяйственной отрасли Анапы и за ее пределами. Деревенское подворье Ивана Каракизиде начало свою деятельность в 2001 году. Продукция отмечена золотыми медалями престижнейших международных конкурсов. Рыборазводческое хозяйство «Родные просторы» теперь осваивает совершенно новое направление, расширяя спектр туристических услуг. Цель какая? Развитие агротуризма, в частности рыбалка, посещение базы, окунуться в деревенскую жизнь, поучаствовать, интерактив, стрельба из луков, арбалетов, опять же повторюсь, рыбалка. И в будущем планируем организовать ресторанный комплекс, где будут представлены блюда традиционной русской кухни, и в основной массе этих блюд будет приготовлено из продуктов, выращенных непосредственно на территории базы. Продвижение аграрного туризма сегодня важно для развития сельских территорий. Это создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет, а в конечном счете повышение уровня благосостояния анапчан. Но для этого нужно решить ряд принципиальных вопросов, как, например, сделать экономически выгодной для туроператоров и перевозчиков возможность посещения объектов аграрного туризма, расположенных в границах муниципального образования. Этому может послужить объединение объектов аграрного туризма в ассоциации, некоммерческие партнерства, кооперативы для решения проблем по обучению кадров, формировании экскурсионных маршрутов чисто аграрного направления, продвижению своих объектов на рынок экскурсионных услуг, подвозу туристических групп. Когда меняется время, наверное, подход должен меняться. У нас, кстати, есть очень много проблем, которые мы сами решить не можем. И это очень хорошо, что на нас начали обращать внимание. Я думаю, что мы совместно через какие-то, может быть, более узкие, круглые столы, более широкие, но мы будем эти проблемы освещать и решать их совместно. Для решения главной проблемы для всех объектов агротуризма, недовлетворительного состояния подъездных путей и слабой обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры, предложено выйти законодательной инициативой в ЗСК о рассмотрении возможности оказания грантовой поддержки развитию объектов аграрного туризма, которую соискатели получали бы на конкурсной основе и направляли на инженерное обустройство своих объектов. Продолжение следует...